Покажи, покажи, молодец! Ветеринар осматривает кобеля Лексуса. Так здесь проверяют всех отловленных в Красноярский собак. Но Лексус сторожил. Такую кличку ему дали, потому что он попал под колеса. Правда, автобуса. Но не называть же Пазик. Нарекли дорогой иномаркой. Врачи его буквально спасли. У него был сломан таз в двух местах. Чтобы поставить его на лапы, пришлось кости скреплять металлическими пластинами и штифтом. Сейчас он отъелся и растолстел. Теперь мы ищем Лексусу дом. Обязательно квартиру, так как ему нельзя находиться на холоде из-за железа. Вот. Лексус добрый парень. Да? И здоровый. После обязательного осмотра собак помещают на 10-дневный карантин, чтобы дать возможность проявиться болезням, если они есть. Сейчас здесь и вот эта псина. Ее поймали в Академгородке. Говорят, именно она с другими собаками 6 февраля покусала женщину на остановке институт. Теперь собака присмирела. В соседней операционной животных кастрируют, а затем либо выпускают в город, либо оставляют здесь, в приюте, бездомный пес. Эта девочка Чифа, она в приют попала еще 5 месяцев назад. И ее теперь не выпускают, ну потому что жалко. Сюда она попала как агрессивная собака, правда никакой агрессии сейчас она не проявляет. Сейчас в приюте 144 собаки. Их стараются держать как можно дольше. Местные зоозащитники говорят, город для них опасная среда. Камнем может прилететь, палкой по загривку, докхантеры отстрелят или отравят. Вот, например, найду ранили, да так, что пуля осталась с ней на всю жизнь. В нее стреляли еще в молодости. Она с пулей в шее живет всю свою жизнь, оперировать ее нельзя, потому что пуля рядом с позвоночником. Бездомный пес сейчас занимается отловом собак в городе. В мэрии считают, что именно зоозащитникам необходимо доверять эту работу. Так и безопаснее собак выпускают в крайних случаях и гуманнее. Помочь могут и сами горожане. Каждую собаку можно забрать себе в дом. Приют находится на Айвазовского, 37. По сравнению с тем, что было два года назад, мы, конечно, сделали громадный шаг вперед. Безусловно, на первом месте у нас стоит безопасность жителей города. Для того, чтобы ее обеспечить, совершенно понятно, что нужно сокращать количество безнадзорных животных. Правда, пока существенно сократить собачьи стаи в городе не удается. С начала года в приют отловили около ста животных. Осталось поймать еще около пяти тысяч. Мэрия в этом году готова выделить на собак 3 миллиона рублей, но этих денег на всех не хватит. Виталий Поляков, Александр Тропин, Новости ТВК.